ну первое что я хочу вам сказать это то что у нас у всех миссия полюбить эту землю но мы не жители этой земли не надо думать что мы вечно здесь останемся этот мир многообразен в нем много разных мест где можно жить я свидетель того я могу видеть как тонкое тело уходит другое место и живое существо где-то там живет другом месте после ухода из этого мира поэтому есть много разных мест где мы живем в этой вселенной вот может быть вы будете еще жить на земле а может быть нет в следующей жизни пока вот так намечается как бы по плану пока у вас так но может быть все поменяться вот я считаю что нам всем здесь некомфортно потому что это не место для наслаждения мы здесь все наказаны нам всем здесь трудно каждому человеку те кто справляются лучше знают как правильно жить они меньше страдают но трудности не меньше насчет ваше желание приспосабливаться это правда у вас это есть в это ваш способ жить это нормально ваше питание вегана как бы она не подходит вам полностью вам надо есть вегетарианцы есть веганы вам надо быть вегетарианцем то есть есть молочные продукты счет шоколада я ничего не хочу сказать потому что он связан с женскими гормонами и часто женщины хоть это не самый лучший вариант кушать шоколад они их все равно как бы им не докажешь что не надо это есть женщины все равно будут есть шоколад вот поэтому я как бы я не лезу в эту тему потому что там это связано с гормонами женскими и тема такая сложная если я говорю женщине надо есть шоколад надо чем-то заменять значит тогда иначе они меня съедят место шоколад поэтому я как бы побаиваюсь этой темы вот сами решите сладкое нужно женщине обязательно каждая женщина должна есть сладкое лучше с утра и в первой половине дня вечером опасно любой женщине и сладко потому что она теряет красоту от этого не теряет здоровье с утра и и днем обязательно если вы допустим не любите сладости из сахара тогда есть сладости и сухофруктов есть сладости из ягод допустим и так далее но без сладости женщина не должна жить иначе она будет некрасивой сладкий вкус для женщины очень важен и так вам надо кушать молочные продукты обязательно если вы уже перестали есть мясо не надо начинать это есть потому что это очень плохо для вашей судьбы будет общение надо находить среди таких же людей как вы вот допустим у меня здесь пытались организовывать люди клуб благость это как раз для общения в организатор по природе сами организуйте клуб благость и собирайтесь обсуждайте мои лекции будут у вас подружки приходить прям к вам домой есть много разных вариантов как найти общение среди таких же как вы но пытаться найти общение во всем этом мире для вас кто сидит в этой на этой аудитории невозможно потому что послушав мою лекцию вы будете стремиться к благости а благостных людей очень много очень мало на этой земле немного поэтому надо с этим миром просто работать вместе работать но даже если взять людей в страсти которые любят работать вместе сотрудничают говорить о глубоких отношениях бессмысленно потому что люди в страсти не могут строить глубокие отношения никто вы нуждаетесь глубоких отношений знаете что они бывают только на почве самосовершенствование когда люди общаются не просто за кружкой там чая и просто бла-бла это неглубокие отношения глубокие отношения когда они вместе посещают цветы и места вместе молятся вместе обсуждают как правильно жить вместе решают друг друга проблемы пытаются помочь друг другу в семейной жизни пытаются вылечить друг другу Это глубокие отношения, когда люди помогают друг другу, заботятся друг о друге и говорят об истине вместе. Это глубокие отношения. Ведь в этом мире таких людей очень мало, которые эти темы поднимают в отношениях. Плохо стало кому-то? До свидания. Потому что мне тяжело рядом с собой теперь. Иди к врачу, если тебе плохо, что ты ко мне пришел? Вот, то есть люди хотят только вместе наслаждаться. Поэтому существует несколько видов дружбы. Самый плохой вид дружбы, это когда люди дружат в невежестве. Вместе выпить, допустим, вместе развратом позаниматься. Этот вид дружбы разрушает жизнь человека. И фа-факту эти друзья, которые вместе колят наркотики, это не друзья человеку, а его враги. Поэтому этих друзей надо смело отвергнуть, хоть с ними и близкие отношения. Как же я тебя брошу, мой хороший? Ну давайте тогда вместе пойдем в ад из-за того, что мы корим эти наркотики. Может быть в этом заключается наша любовь друг к другу. Следующий вид дружбы, это дружба тех людей, которые просто вместе отдыхают. Они им нравятся вместе быть, потому что они вместе развлекаются. На день рождения встречаются, на праздники. Они вместе ходят в кино, ездят на курорт. Им хорошо нравится вместе отдыхать. Это поверхностная дружба. Если одному из них станет плохо, до свидания, эта дружба никогда не сработает. Если вы в беде, те, с кем вы отдыхаете, вам помогать не будут. Потому что они вами наслаждаются, они хотят вам служить. Это разные принципиально вещи. Следующая дружба, это дружба профессиональная. Она уже покрепче. Пока у людей есть общие интересы профессиональные, они друзья, потому что они мотивированы деятельностью. Это крепче дружба, но она не глубокая. Следующий вид дружбы называется сердечная дружба. Это дружба редка в этом мире. И такой дружбы бывает три типа всего. Отношения между наставником и учеником. Отношения между духовными братьями, сёстрами, соратниками духовными. И отношения между учеником и наставником, то есть наоборот. Вот всё. Это самая глубокая дружба. Их бывает всего три типа. Больше ни у кого такой глубокой дружбы не бывает. Если говорить о родственниках, то они все тоже строят с нами в основном дружбу выходного дня. Вместе отдыхают. Или деловую дружбу. Специально родственной дружбы не бывает. Если мы, допустим, заботимся о ком-то в жизни, то это и есть наша дружба. Например, есть ребёнок, которому я помогаю среди родственников. Есть, допустим, родственники, которых я поднимаю на ноги. В этом наша дружба заключается. Дружба заботы называется. Это родственная дружба. Но как только забота заканчивается, родственная дружба тоже заканчивается. Поэтому найдите себе общество тех, с кем вы вместе идёте духовным путём. Ваша ошибка заключается только в одном. Вы это делаете в одиночку. Спасибо. 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 Спасибо.